Сегодня я хочу попробовать с вами переводить книгу Авот де Рабина Тан. Кажется, еще мы никогда не переводили. Это считается одним из трактатов, так называемых «малых трактатов». И урок посвящается И эти «малые трактаты» у нас в стандартных изданиях Талмуда напечатаны в том же томе, что и «трактата Вода Зара». Обычно в этом томе печатают три трактата – «Авода Зара», «Хорайот» и «Эдуйот», а также «трактата Вод», которые имеют только «Мишну». «Эдуйот», кстати, тоже имеет только «Мишну». Получается, два трактата «Геморы» и два трактата «Мишны» печатают, у которых нет «Геморы». Так вот, так как «трактата Вод», «Пиркеа Вод» напечатаны в этом томе. В общем, неудивительно, это конец фактически «Цедер Низиким». В стандартных изданиях Талмуда обычно в одном томе печатают «Авода Зара» и все, что осталось. И заодно «Эдуйот» и «Хорайот» и «Пиркеа Вод». Так вот, раз «Пиркеа Вод» напечатали, то напечатали заодно и «Авода Рабина Тана». Это как своего рода комментарий к трактату «Авод». А потом заодно и другие малые трактаты. Тут много этих трактатов, они на самом деле все очень не похожи друг на друга и, видимо, были созданы в разные времена, в разных местах. Некоторые, может быть, из Бавилонии родом, может быть, другие из земли Израиля родом. Когда-то мы с вами переводили, много лет назад, трактат «Софрим». Он, может быть, самый важный из этих трактатов с точки зрения халахи. И во многом мы следуем трактату «Софрим», даже иногда, когда противоречит обычному Талмуду. Кстати, «Тософот» называют трактат «Софрим» как нечто хитсон, внешнее. То есть, по сравнению с основным Талмудом, это как с «Фарим Хитсоним». Это не главное, так сказать, не включенное в Талмуды. Тем не менее, мы, как говорит «Тософот», иногда следуем с «Фарим Хитсоним», как мы с «Хитсоним», даже если это противоречит Талмуду. Есть прецеденты, несколько примеров такого. Во всяком случае, трактат «Софрим» когда-то переводил. Трактат «Авель Рабати», то есть трактат, занимающийся трауром, «Смоход», я перевожу обычно «Девятого Ава». Может быть, в этом году сделаем «Симбленедер». Я думаю, что мы уже ближе к концу подошли. А вот трактаты остальные здесь, здесь первый из трактатов не учат, это «Авода Рабинатан». Это очень длинный трактат, самый длинный из всех. Тут 40, получается 41 перек. Вот, потом тут напечатан «Софрим», как я уже говорил, потом «Авель Рабати» или «Смоход». А потом еще несколько трактатов, некоторые вообще совсем короткие, буквально на одну страницу. Например, «Мизузу», «Процицит», а некоторые подлиннее. «Кала» там два варианта, «Терех Эрец» в оба трактата, «Малый и Большой». Вот, и тут и «Агада» есть, и немножко халахические аспекты. Да, но вот трактат «Авода Рабинатан» там немного, конечно, халахи, в основном там «Агада». И это как своего рода комментарий к «Пирке Авод», хотя похоже, что ни ко всему, ни до самого конца этого трактата. И еще замечу интересное свойство, что нашли в свое время в Англии манускрипт другой версии. Тоже комментарий к трактату «Авод», тоже своего рода «Авод Рабинатан», но совсем не похожий на этот. Совсем другой комментарий. И тот и другой в чем-то переплетается с «Талмудом», конечно, есть одни и те же «Агады», или похожие, иногда есть некие различия. Но, во всяком случае, появилась другая версия «Авода Рабинатан». Она у нас в стандартных изданиях «Талмуда» не печатается, но вот, например, на барыландском диске. И отдельным образом тоже печатают, можно в hebrobooks.org найти. Это вот второй вариант «Авода Рабинатан», его называют просто «два», римскими обычно, числами «два», как две буквы «Ай», число «два», так обычно, чтобы отличить. Или «Б» еще иногда говорят, «А» и «Б» получается «Авода Рабинатан». Мы, конечно, будем приводить тот, который более известен, стандартный. Я не знаю, кто из них более стандартный, мы не знаем вообще-то авторов ни того, ни другого. То, что не называется «Авода Рабинатан», это не факт, что именно Рабинатан автор всего этого Медраша. Так же, как, например, «Медраш Раби Танхума» не значит, что он действительно все там «Раби Танхума» говорил. Просто какие-то, видимо, гады, которые были от имени этих мудрецов, по ним стали называть весь Медраш так. Но, во всяком случае, это какой-то комментарий к «Перкеа Вод», без сомнения, с разными ответвлениями и на много разных тем. Комментарий здесь есть немного. Есть «Нусахгра», так называемый, то есть «Гра» пометки сделал, исправляя то, что считал ошибками переписчика. Но это не комментарий, это именно «Хагахот». Потом есть здесь пометки, которые просто приводят откуда еще, где параллельные суги есть. В Талмуде, например, если какой-то из этих отрывков есть подобное в Талмуде, это называется здесь «Хагахот Агриф». И потом есть здесь небольшие пометки «Явеца» Равьякова Эмдена и «Кесера Хамим» – это, по-моему, «Хида». Тоже очень коротко, да, отдельные пометки. Самый длинный здесь «Переж» называется «Беньян Егошуа». Это мудрец, который не особенно известен в чем-либо еще, но вот он какие-то из комментариев малым трактатом написал, не знаю, что еще он сделал. И иногда, во всяком случае, стоит посмотреть на его комментарии, просто чтобы понять, о чем вообще речь, потому что язык Авода Рабинатана иногда немножко запутанный, и не всегда понятно, что вообще имеется в виду. Вот, и я хочу начать сегодня, но продолжать будем ли мы, это будет зависеть от того, насколько это будет интересно все. Я когда-то изучал Аводы Рабинатан, но это было много лет назад, поэтому не могу сказать, насколько это вообще будет интересно для среднего читателя. Но когда-то, я знаю, один мой знакомый меня просил переводить этот трактат, то есть какой-то интерес к нему есть, и в любом случае, это, видимо, самый ранний комментарий к Пирке Авод, да, поэтому он должен иметь определенный вес. Да, в отличие от комментариев решением, это, получается, комментарий самих Хазарь Кавод. Вот, значит, порядок получается в основном по порядку Мишнает в Пирке Авод. Значит, начинается, соответственно, вот с чего. Моша кибелторомисинай. Значит, здесь говорит трактат таким образом. Моша ниткадэш беанан викибельторомисинай шинемар ваишкон кивот гашем альгарсинай. Тут, возможно, какая-то ошибка переписчика немножко. Да, тут вопрос был, видимо, в том, этот диспут в том, где тоже приводится, в каком вообще порядке эти стихи понимать. Если вы посмотрите в главу Итро и также Мишпатим и другие рядом стоящие главы, да там совершенно непонятно, что когда происходило. И некоторые из Хазарь полностью, так сказать, и тем более из комментаторов Решо, они им полностью разрезают одночасье и переставляют с точки зрения хронологии. То есть, например, какой-то отрывок, допустим, в конце Мишпатим, может быть, произошло, наоборот, до дарования Торы, по их мнению и тому подобное. Ну, известный диспут, когда вообще Итро пришел тоже, да, до дарования Торы или после. Вот, и множество других вопросов такого типа. Так вот, в том числе, там вопрос был о том, что есть стих, в котором говорится, что Моша, да, что шесть дней, что шесть дней покрывало облако гору. Вопрос это, когда вообще происходило, когда Моша уже поднялся, это первые шесть дней сорока, которые он был на горе. Или наоборот, это до того, как Моша поднялся, первые шесть дней месяца, первого Нисада по шестое, а потом, значит, соответственно, будет десять изречений, и потом Моша поднимается на гору Синай. Вот, кажется, об этом здесь тоже речь, то есть это диспут, который приводится здесь, он связан с этим, но игра немножко исправляет точный Нусах, но я не буду сейчас вдаваться, знаете, тяжело читать. И снизу, и сверху игра, если бы был прямо Нусагра, я бы, может, его выбрал как базу, с чего начинать. Но так как это не так, то я не буду, так сказать, вдаваться в такие детали, подробности, да, в основном Нусагра не так уж сильно отличается обычно. Хотя бывает, действительно, его Нусах сильно изменяет смысл. Но вот Гемори, он очень редко делал Хагагот, вы знаете, что есть подобный Хагагот, Вильямского Гаона и Гемори, но там, может быть, одна-две на страницу, иногда чуть больше, иногда краше, но там, как бы, Гемора, считается, Бавилонская лучше сохранилась. А вот Иерусалимский Талмуд и все эти малые трактаты, и Тосефты, там Хагагот, Гра иногда меняют смысл полностью, и там очень много есть, по мнению Гра, и не только Гра, ошибок переписчика, да, в отличие от Бавилонского Талмуда. Сохранились все остальные источники Хазар гораздо хуже, поэтому Гра гораздо больше чувствовал себя, так сказать, вправе и менять Нусах постоянно. Итак, значит, получается, что он осветился облаком, так дословно говорит, Кадеш Бе Анан, и получил Тору, как сказано, Ваишкон Кивода Ашем, да, слава Всевышнего, помести, да, опустилась, можно сказать, Ваишкон, да, находилась на горе Синай, а ли Моше ли Тагоро, тут, как я сказал, как это, может быть, пропущено что-то, что Всевышний сказал, видимо, что, может быть, это облако, чтобы очистить Моше. В смысле, это по тому мнению, что Моше находился в облаке в самом шесть дней, и только потом поднялся уже выше на гору Синай. Почему? Потому что заняло время, пока он очистится, пока там переварится его пища и так далее. Зэгая Ахара Сретадиброд, значит, получается, это все было по первому мнению, после десяти изречений, потом, да, это сами стихи, эти написаны в конце главы Мишпатим, 24 глава книги Шимоты. Вот говорится, что после Сретадиброд находился Моше еще шесть дней где-то в среднем состоянии, да, intermediate state, как по-английски говорится. То есть поднялся, но еще не полностью очистился и очищался шесть дней. Это что Девре Рабьеси Аглили. Тут у меня написано Мишум Раби Акива, но похоже, что Гра вычеркивает слово Мишум, потому что, наоборот, Раби Акива с этим спорит, как дальше сказано. Что то, что шесть дней покрывало его облако, это, чтобы, говорится, дать уважение Моше. Похоже, что все эти мнения пока что еще не спорят с тем, что это все происходило после Сретадиброд. Во всяком случае, в нашей версии, да, они просто приводят, почему там Моше находился. Одно мнение, что она, что пища переваривалась, да, очищался, так сказать, от пищи человеческой. И питья, который был в его желудке. Пока не очистился, и не стал как ангел. Что шесть дней эти требовалось, чтобы, наоборот, Моше испугался, как бы, что настоящий трепет при Всевышнем у него был ради того, чтобы он потом принял Тору со страхом и трепетом. Беймау бейра, берета тубизия, да, трясущимся и плотеющим, наверное, так. Шенемар, ивдуэт ашем бейра, вигилу бераада. Известный стих. Служите Всевышнему в страхе и радуйтесь в трепете, как-то так. Был однажды случай. Видите, то здесь, получается, пока что не было приведено, мифураш, мнение, что вообще эти дни, эти шесть дней, это было до как раз револютора. Но я вижу, что в Нусахе Гра, он сделает одно в одном из померках, здесь, по Раби Акиве, получается, по его мнению, ваишкон каводашем мирошходыш. Да, то есть этот же стих, он понимает, Раби Акива, что эти шесть дней были с Рошходыша по шестое с Ивана, как я уже говорил. Вот, получается, по Нусаху Гра, во всяком случае, у Раби Акива мнение, что эти стихи нужно понимать в другом порядке, чем по мнению Раби Йоси Аглили. Про мнение Раби Йоси Аглили все получается по порядку, да, то есть Рамбан, как известно, и сам Гра считали, что Тору нужно понимать всегда в хронологическом порядке, если нету мифураш причины волно-обратная. То есть, например, если Тор открыто говорит, что что-то произошло раньше, чем написано до этого, то тогда мы знаем, что здесь Тор не использует хронологический порядок. В этом нет вопроса, что есть места такие в Торе. Но тогда, когда Тор это не говорит, мы не должны сами просто решать, что что-то произошло раньше или позже. Но вот есть Хазаль, которые тоже считают, что мы можем сами тоже менять порядок хронологический, в смысле не менять, а решать, что Тора на самом деле написано не в хронологическом порядке, даже когда это не открыто сказано. Но Гра так не считал и Рамбан так не считал. Получается, по краю Рамбана нужно понимать, как Раби Йоси Аглили тоже, что после уже дарования Торы произошли, так как стихи написаны позже, то и произошло это позже, 24 глава книги Мишпатим. По Рамбану, кстати, вся глава Мишпатим была сказана еще до того, как, может, даже поднялся на гору. Вот то, что говорится, вели о Мишпатим, ашерта симлиф негем, это все было во время, когда еще сразу после дарования Торы. А потом только, да, сделан был союз, брит, который описан в конце этой главы, и потом только поднялся Муше. Но получается, что 6 дней, конечно же, согласно хронологическому порядку, будут тогда после дарования, после 10 изречений. Но вот, получается, Раби Акива с этим здесь спорит, согласно Носоку Гра. Я не проверял в параллельных геморах, если там тоже Раби Акива именно спорит с этим, но без сомнения, есть диспут на этот счет у Хазаль. Теперь следующая история, не очень ясная тоже, но в общем смысл более-менее понятен, что был случай Маосе Шеира Бераби Ишая Вираби Матио Бен Хараш. Бераби Матио Бен Хараш, это, конечно, тот мудрец, который жил в Риме в свое время. Практически почти единственный известный Тана, который был из Рима. У нас были большие общины в разных местах, но почти все упомянутые Танаем с их мудростью. Они происходили откуда-то еще, но в основном жили в земле Израиля, основная их активность была в земле Израиля. И даже те, кто из Бабелонии пришли, все равно они именно пришли в землю Израиля, и там, соответственно, их изречения в основном попали в Мишну потом. Поэтому те мудрецы, которые жили в этот момент в Риме, в Египте, в Испании, может быть, и где угодно, в Мидии, в Персии, почти неизвестно ничего про их мнение, если они не пришли в землю Израиля. Раби Матия Банхараш, возможно, что исключение в данной ситуации. Я не знаю, бывал ли он в Израиле, но, во всяком случае, он... То есть, судя по тому, что здесь в этой истории описан он вместе с Раби Ишая, то, может быть, он в какой-то момент действительно находился в земле Израиля, потому что Раби Ишая, без сомнения, был в земле Израиля. Вряд ли Раби Ишая пошел в Рим, чтобы эта история там произошла. Вот. И говорится, что была такая ситуация с Раби Ишая и Раби Матия Банхараш. Шеаюшнеем Йошвим Йоскин Бедиври Тора. Они оба сидели и занимались Торой. Переш Раби Ишая или Дерехерец? Раби Ишая ушел на то, что называется здесь путь земли дословно. Это они иногда называли так бизнес, работа. Как говорится, например, Яфа Торо им Дерехерец, в том же Перке Абот. Что Дерехерец, они много чего называли, но в том числе, это когда супротив Торой имеется в виду работа. Иногда Дерехерец они называли тоже супротив Торой, но этика имеется в виду, да, Дерехерец. Например, Масехет Дерехерец, да, как себя правильно вести этически. Вот. И еще есть другие названия, другие концепции Дерехерец. Но в данном случае Дерехерец это, без сомнения, работа, как мы видим. То есть он перестал заниматься Торой так много, как раньше, и пошел работать фактически. Амарли Раби Матия Банхараш. Раби Малиха Ла Азов Диврей Лаким Хаим, Ули Штов Бедерехерец. Да, что тебе бросать слова живого Бога, да, то есть лучше заниматься Торой даже в бедности, чем пытаться заработать. Он считал, что там не так уж ситуация его натянута, чтобы идти и работать. Видите, это очень интересно, есть похожая история в трактате Ктаанит про Раби Йохана и Илпу. Вот. Но с другой стороны, да, есть и мудрецы, которые считали, что, наоборот, я фа Тор им Дерехерец. И, как я уже говорил, на практике, да, вот сегодня больше цитируют, особенно в ешивах, именно такого типа истории. Поэтому есть Талмадей Хахамим, которые готовы заниматься Торой, и их жены их поддерживают, даже когда у них очень тяжело с Парнасой, кто считает, что поскольку хоть что-то они есть, какая-то еда у них есть, то уже пусть лучше так, чем идти работать. Но это совершенно не очевидно. В любом случае, среди мудрецов были разные мнения, судя по всему, на этот счет. Значит, дальше у меня в скобках, это значит, что Гра вычеркивает, видимо. Он, видимо, назвал его с уважением, что ты, говорит, Реби, по сравнению со мною, я твой ученик. Все равно нехорошо бросать слова живого Бога, то есть занятия Торой, и идти заниматься работой, бизнесом. Я не знаю, какое это отношение к предыдущему, но кажется, что пока они занимались вместе Торой, то они были как бы сревнующиеся к Анаим, да, по сравнению друг с другом, как бы, знаете, как ревни, ревновали, что ли. В смысле, что спорили, как будто они враги. Это есть подобное, опять же, в Геморе тоже, что мудрецы Торы, они когда занимаются Торой, они так спорят, как будто так друг на друга набрасываются с аргументами, как будто это враги. У Киши не вторим, но когда они расходятся, да, когда закончили дискуссию, так, все это лишим-шамаем, на самом деле они друг друга очень любят. Просто во время дискуссии выглядит, как будто они друг на друга набрасываются. Киши не вторим, когда они расходятся. Как будто они любят друг друга с детства. Окей, вторая халаха. Это все была одна халаха, тут тоже разделяется, это все, да, параграфы или халахи, я не знаю, как это правильно назвать, да, но тут буквами, да, обозначены весь первый перик, например, в среднем, да, имеет вот в данном случае, тут иногда очень длинные эти параграфы, похоже, что 8 всего параграфов в первом перике. Мы сделали с вами только один параграф одного перика пока что. То есть этот трактат, он огромный, его, да, ведь если бы к нему были комментарии подобные Раши и Тософот, его бы напечатали так же, то он бы, наверное, занял много страниц текста. Но так как он напечатан только с маленькими буквами, комментарии, там, Беньян Йошуа и другие, то получается, что кажется, что это не такой большой трактат. Но по количеству слов он, наверное, сравним с средним трактатом Талмуда, я думаю. Итак, второй параграф. Окей, здесь я не знаю, что нового учит данный отрывок. Вообще, обычно, если вы посмотрите в комментариях к Пиркеавод, когда Пиркеавод начинается с слов, что Мошарик получил Тору в Миссинай, они обычно говорят, что речь идет о устной Торе. Да, потому что письменно как бы очевидно, да, видимо, поэтому подчеркивается, что устная Тора, что интерпретация Тора и традиция тоже с горы Синай. Вот. Некоторые еще подчеркивают, что так как это, в принципе, трактат, занимающиеся мусары Дерехерец, то мусар, казалось бы, есть у всех наций, поэтому подчеркивается, что все у нас в горы Синай, даже мусар, что это не просто какие-то изречения отдельных раввинов. Я не знаю, во-первых, правильно ли это второе объяснение, потому что в действительности каждый раввин по-разному считал. Мусар действительно там есть, были совершенно разные подходы. Казах-казах, как Школ, например, Бет-Шамай, Бет-Хилл. Да и в более поздние времена очень сильно отличались подходы к мусару. Одно делало, например, Навардок, другое делало, скажем, Слободка, Яшниковый, про Хазуныша. У всех были разные совершенно подходы. Поэтому кто сказал, что это все с горы Синай? То есть это основывается на, конечно, моральных учениях Тора, нет сомнений, но я имею в виду, что конкретно каждый раввин, без сомнения, так же, как на самом деле многие и халахи тоже, халаха тоже постоянно развивалась. Были и соты, так сказать, на котором базируется все, без сомнения. Мы все верим, что есть какой-то устный закон. Вопрос в том, какая часть Талмуда – это та часть устного закона, которая была дана именно с горы Синай, понимаете? Вопрос не в том, что есть ли устный закон. Это не вопрос, потому что даже перевести Тору нужно для этого устные знания, потому что Тора написано без гласных и без знаков припинания. Это уже нужны какие-то традиции, чтобы понять вообще. Я же не говорю про некоторые редкие слова, их перевод – это часть устного закона. Торгумиум – они тоже часть Тора, Шабалпе, считается. Переводы на арамейский, они же объясняют какие-то вещи, не только переводят. Дословно невозможно переводить. Поэтому нет сомнений, что какая-то часть устного закона – у нас горы Синай. С другой стороны, нет сомнений, что какие-то части устного закона добавились позже, и было также много диспутов, потому что раввины часто не знали точно, традиция была забыта, и спорили, и пытались решить большинство мнений, или как-то найти подсказку в письменной Торе и так далее. На базе каких-то принципов известных, толкования Торы. Просто вопрос процента. Какой процент того, что мы получили в результате финальной версии Талмуда, какой процент из этого с горы Синай, а какой нет. Это уже зависит от того, какому решенному. Разные решения по-разному считали на этот счет. Вот, например, известное утверждение, что Рашид по нашим гирсам в Талмуде, судя по всему, считал, что каждая гизера Шава была должна быть из горы Синай. Но этому противоречит множество других сугей. Вообще, Равру Магой считал, что это даже ошибка переписчиков в Рашид, в Сан-Хедрине. Но, во всяком случае, другие решения с этим не согласны. И, в частности, Рамбам считал, что, хотя индивидуум не мог придумывать гизеры Шавы, но Сан-Хедрен мог решать новые гизеры Шавы находить. И, да, если слова одинаковые, и видела какую-то связь между заповедями, то они могли дальше так, и появлялись новые законы. Поэтому мог появиться закон, которого раньше не было, который открыли. То есть, может быть, было это все показано, как в видении, знаете, пророческом, но, во всяком случае, у них традиции не было с горы Синай на это, а они открывали эти новые гизеры Шавы. То есть, согласно этому, только сам принцип, что можно с помощью гизеры Шавы открывать законы, он из горы Синай как бы, но не сами гизеры Шавы, и тем более не каждая гизера Шава. Вот, и так далее. Есть много диспутов насчет всего этого. Но вот что касается этики, тут уж еще больше наверняка есть возможностей, и без сомнения, разные равины, в зависимости от их склонности, там, Шамай, Хилов, например, то по-разному видели, да, как правильнее себя вести, и этика у всех была разная, нет сомнений. Вот, но что касается вот устной Торы, которая здесь подсказана, возможно, что Мошеки бил в Торуме Синай, я вот не знаю, из этих слов в Пирке Авод, в Авод Рабин Атан, такое впечатление, что они хотят сказать, что как раз речь идет о письменной Торе основное, потому что смотрите, какие стихи они цитируют. Не знаю, может, они считают, что тоже намек на устную Тору, но вот, во всяком случае, пока я не вижу в Пирке Авод Рабин Атан никаких слов про устную Тору. Значит, Тора, Шинатан, Хакадош, Бругули, Исраэль, лонитнаэля льедэй Моше, Тора, который дал Всевышний Израилю, была дана только через Моше. Шенэмар, бейнио вейн бне Исраэль, между мною и детьми Израэля. Зака Моше ли йод шлияф, бейн бне Исраэль, лимаком, Моше заслужил быть посланником между детьми Израэля и Всевышним. Шенэмар, Моше, тут у меня всякая скобка, значит, Грайтова чёркивает, асаэт элха милуим веет шемена мишха мошахет бо аарону банав, коль шива имя милуим. Ещё Моше сделал, я не знаю, при чём здесь элха милуим, поэтому, может, игра вычёркивает, но в таком случае, кажется, что Моше также, раз уже описывается, что сделал Моше, то заодно описывается, что он сделал первое масло, которое мы использовали его, чтобы помазать Аарона и его детей все семь дней приготовления, да, милуим. И потом этим же маслом помазывали царей и первосвященников. Царей не всегда, это всё в Геморе подробно обсуждается, в трактате Критот и Хорайот, что царей помазывали только если бы у Махлок, а вот священников первых всегда помазывали во время первого храма. Ну и, видимо, до него. В Элязар Сараф Пара, это Хахатат, заодно, раз мы говорили про что сделал Моше, описывается одно, что сделала Элязар, сына Аарона, что он сделал корову, красную первую, Шимимену Тмиим Митагарим Людород, что от неё потом очищались от её пепла, с помощью её пепла очищались во всех поколениях, в первом поколении, ну, до следующей коровы, фактически, да, то есть, её уже не скоро сделали, следующую корову, согласно Хазаре, получается, что много поколений используют тот пепел, который сделал ещё Элязар. Да, тут тоже не очень понятно, в чём здесь Хидуш, но Гейт Рабелезар, что это велика, это мида, так сказать, качество, что ли, что это на все поколения. Может быть, большая заслуга, может, он это хочет сказать, что на все поколения в результате это нужно, что и Аарона, и его сыновей этим маслом помазали, как сказано, это Аарон Ведбана в Тимшах Викидаштау Тамли Каген. Вот, ну, в чём здесь Хидуш, да, наверное, в том, что и в следующих поколениях всё то же самое масло использовалось, они уж другое масло не делали. Поэтому это большая заслуга для Моше, наверное. Вот, у Гра здесь пометка То есть он это двигает насчёт Элязара сюда, что ли, слова, что Элязар сделал корову. Да, видимо, потому что предыдущие слова говорили про масло, так почему посередине, да, между маслом и маслом красная корова? Поэтому, видимо, более логично, что Элязара сдвинуться после того, как закончились слова Раби Лезера по отношению к маслу, да, после этого уже слова про Элязара, что он сделал красную корову. Окей, во всяком случае, мы с вами сделали два параграфа первых в этом сложном трактате, и на этом на сегодня закончим. И, пожалуйста, пишите мне, если нравится, не нравится, стоит ли продолжать. Урок посвящал Сурихову Шлема Шираиса Бацори, Владимир Бенгиня, Адаса Батахова, Беколи Сраиль.